Чемпионат Европы по настольному теннису Словом, поединок очень сложный для наших теннисистов и очень трудный Вы видели фрагмент игры Андрея Мазунова с Патриком Берошо Первую партию Мазунов выиграл И сейчас предстоит второй сет Ну а как же проходит эта встреча сборных Советского Союза и Франции Которая во многом может определить, сумеет ли советская команда бороться за призовые места Вначале на площадку вышел Валерий Шевченко Его соперником был тот же Патрик Берошо И французский теннисист одержал победу в двух сетах Затем реванш взял Андрей Мазунов Победивший молодого теннисиста из сборной Франции Готье Затем третий поединок теннисистов За советскую команду выступал Борис Розендерг За французскую сборную лидер команды 39-летний Жак Секретен В трех сетах преимущество на стороне Жака Секретена И вот таким образом при счете 2-1 в пользу теннисистов Франции Проходит эта встреча сильнейшего игрока сборной команды страны Андрея Мазунова В списке лучших теннисистов Европы Он занимает 11 место И Патрика Берошо Он занимает в списке лучших теннисистов 25 место Но на стольном теннисе очень плотно находятся теннисисты И место еще ни в какой степени не предопределяет успех В поединке очном Особенно в командном Счет 2-2 в втором сете Первый за Мазунову По три На подаче Андрей Мазунов Очень важный поединок Сумеет ли наш теннисист Выиграть эту встречу От этого во многом зависит Дальнейшее продолжение поединка Преимущество с 2 очка Команде нужно выиграть всего лишь 5 очков Для того, чтобы добиться успеха во встрече Преимущество с 2 очка Будет довольно надежным для сборной Франции В дальнейшем продолжении этого матча Если Андрей Мазунов выиграет То Главная борьба впереди 4-4 Патрик Берушой игрок опытный Ему уже 30 И когда-то, когда он начинал Все просили ему Успех В случае, если он сумеет победить Жака Секретена Его видели его преемником Но Шло время А Жака Секретена Берушо Обойти так и не сумел Впрочем, и сам Секретен Не собирается Расставаться с Теннисной ракеткой Несмотря на то, что является Играющим тренером Национальной сборной Франции 4-6 Точнее, 6-4 Переход подачи Чем ближе у стола будет играть Андрей Мазунов А у него есть тенденция Действовать как раз в средней зоне А ему надо играть Чуть-чуть быстрее Чуть-чуть активнее Тем больше шансов у него Добиться успеха Французы придерживаются Такой классической Европейской манеры игры 7-5 На подачу Берушо И их нужно Обыгрывать За счет скорости Чем острее Чем быстрее Атаки Мазунова Тем Ближе он к успеху В этом направлении Мазунов Тренировался В течение последнего времени Ему удавались Атаки в 2-3 хода Как объясняют тренеры Но французы умеют навязывать И свою манеру игры 8-7 Переход подачи Подает Мазунов 7-8 Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас слишком долго готовился К выполнению удара Мазунов допустил ошибку Переход подачи 9-11 Субтитры создавал DimaTorzok Вот вы видите Сначала сам Берушо Не хотел начинать игру Затем не готов был Мазунов И вы видите Вот этот нюанс Повлиял на Берушо Он допустил ошибку Сначала он проявил недовольство Затем ошибку И вторая ошибка подряд Очень быстро атакует Прием мяча Мазунов Это очень важно В настольном теннисе Самое главное Это принимать Активно подачу соперника Активно повторяем Этим отличаются Как раз Китайские теннисисты Которые имеют Такое преимущество Над европейскими мастерами А вот это вы видите Вы видели сейчас Такой эффектный Очень зрелищный момент игры Но С позиции современного Настольного тенниса Неэффективный Это так называемый Ну Вчерашний день Настольного тенниса Потому что сейчас Лучшие мастера Играют как можно ближе Отвечают как можно быстрее И может быть В зрелищном отношении Временно Настольный теннис Теряет своих поклонников Но Он становится еще более Современным спортом 13-12 14-12 Главное сейчас Все время владеть Инициативой Не давать сопернику Навязать свой ритм А естественно Задача Берушо Играть чуть-чуть медленнее То есть вернее Вонуждать соперника Играть чуть-чуть медленнее Именно Настолько медленно Насколько самому Берушо удобно Безсложную подачу Сейчас выполнил Мазунов Сомневался Берушо То ли принимать ее Чуть-чуть быстрее То ли ждать Чтобы она Отскокчила За стол Но не было уверенности Что он сумеет ее Собрать вовремя Из-за этого Допустил неточность 16-12 Задачи подающего Как можно Сложнее завуалировать Вероятность Своего Выполнения Подачи То есть Вот этой вот Подрезки Того нюанса Того вращения Какое Он придаст ему От этого Зависит подготовка Его соперника К выполнению удара Хорошо справился Со своей подачей Андрей Мазунов Два очка За французским Теннисистом Его поддерживают Товарищи По команде Не точно Атаковал Берешо 14-19 Атака в два удара Атака в два удара Это задача Которая стоит Сейчас перед Андреем Мазунов Когда он будет играть И с Берешо И с Секретеном На этот раз Со своей задачей Наш теннисист Справился 21-14 Он выигрывает Вторую партию Счет В матче Сборных Советского Союза И с Францией 2-2 И вот Следом за Андреем Мазуновым На площадку Видимо как-то Вдохновленный Его успехом Вышел Валерий Шевченко По силам Третий игрок Советской сборной Встречается он Вы видите Счет 13-11 Во втором сете В пользу Валерия Шевченко А встречается он С самим Жаком Секретеном Вот так Неожиданно Очень собрано Все время Владея инициативой Проводится Поединок Валерия Шевченко 14-11 Во втором сете И это значит Что в игре Может наступить Перелом Очень трудный Повторяю Матч Для Советской сборной Против Тренисиста Франции Очень трудный Который может Определить Во многом Дальнейшую Судьбу Нашей сборной Проходят Предварительные Игры 15-11 Впереди Еще очень Много Встреч Но Французская Команда Одна из Самых Опасных И если Удастся Победить С нее То Тогда Только При этом Услове Еще надо Выиграть Силвенгерской Команды И у многих Других Можно Рассчитывать Попасть В четверку Сильнейших Сборных И оспаривать Медали Чемпионата 16-12 Переход Нет Простите 16-12 Перехода Подачи Нет Подает Секретарь 12-17 Вы видели Всю Нашу Команду Которая Естественно Болеет Казалось бы Это Противо Естественно Сюда Спортсмены Стараются Так Держать Подальше От порта Но в настольном теннисе Напротив Мне кажется Это очень хорошо Все участвуют Во всем поединке В равной степени Когда болеют И когда Сами находятся На площадке В общем-то Действительно Выступает Команда И она Полностью Должна Выдержать Эту Пятичасовую Нагрузку 18-13 В пользу Шевченко Жак-секретарь Очень опытный И даже имея Преимущество Во встрече с ней Нужно понимать Что каждый Розыгрышный чай Каждый Буквально Имеет Самое Решающее Значение 18-14 Атаковать Главное Атаковать Как можно Быстрее Это главная Задача Всех наших Теннисистов Играющих Со сборной Франции Я уже говорила Почему 19-14 И мгновенно Переменим Тактику Секретарь Он игрок Который Умеет Играть По ситуации Действовать Точно Соответственно Тому Тактическому Плану Который Выгоден Но Единственное Что он Что он Не может Изменить Это Как говорится Возраст Поэтому Скорость И скоростные Возможности Уже Не соответствуют Нашему Времени И как бы Умом Он не понимал Что необходимо Делать В этом Так сказать Трагедия Спорта Однако Все остальное В его силах Видите Сбить соперника Это В правилах Игры Создать Какую-то Паузу В игре Время Который Хотя бы Об одном Задумается Шевченко Вдруг Я выиграю И это Уже Опасно 16-19 На подаче Секретера Два мяча Он отыграл Но Сейчас Внимание Ему изменилось 16-20 Говорят Вчера Настольного Тенниса Теннисиста Это подарок Ну что ж Спешно Прекрасно Выступил В этом Поединке Валерий Шевченко Одержал Очень важную Победу Счет Стал 3-2 В пользу Советской Сборной Очень неравномерно Проходит этот матч Советской И французской Сборных Получили мы Преимущество Совершенно неожиданное После победы Валерия Шевченко И тут же Такое же Неожиданное Поражение Терпит Борис Розенберг Он проигрывает Юному французскому Теннисисту Жан-Филиппу Гатьену И снова На площадке Андрея Мазунов Сейчас Наша Первая Ракетка Сборная Играет Против Лидера Французской Команды Жака Секретена Счет Вы видели Минимальное Преимущество Уже Сейчас 11-17 17-11 В пользу Жака Секретена Во втором Сете Первый Он выиграл С счетом 23-21 Вот такая Странная Игра Настольный Теннис В какой-то Степени Алогичная Лидеры Играть Должны Казалось бы В равной Борьбе А у них Преимущество На стороне Одного 11-18 А в то же Время Третий Игрок Валерий Шевченко Потерпев Поражение От второго Теннисиста Причем Довольно Легко Затем Выигрывает У Сильнейшего Борис Розенберг Которого Мы как раз Рассчитывали Именно В поединках С Как бы Аутсайдерами Команд Проигрывает Юному Теннисисту Франции 11-20 Пытался рисковать Андрей Музенов Но Уже сейчас Ситуация Была Безнадежной И вот Французская Сборная Впереди В матче Со счетом 4-3 Осталось Две Одиночные Встречи Провести Ну а Сумеют ли обе Эти одиночные встречи Наши Теннисисты Выиграть Или Все закончится В пользу Французской Сборной Это покажет Да Очень напряженно Проходит Этот поединок Сборных Команд Советского Союза И Франции На ваших Экранах Борис Розенберг После Неудачи Юным Французским Теннисистов Он Пытается Как бы Искупить Свою Вину А Фактически Спасти Матч А может Он это Если Только Одержит Победу Неудачно Начал Он Свой Поединок Против Патрика Берушо И проиграл Первый Сет Но во втором Сумел Перехватить Инициативу И добился Успеха Сейчас идет Третья Решающая Партия Счет 12-6 В пользу Советского Теннисиста Простите 12-8 13-8 Устали Устали Пожалуй Все Кто присутствует В зале Их осталось Немного Только Болельщики Двух Команд И работники Чехословатского Телевидения Уже Более Шести Часов Продолжается Матч 15-8 16-8 16-8 Инициатива В его руках Патрик Берешо Игрок Очень опытный 18-8 8-18 Нападачи Французского Теннисиста 9-19 Два очка Надо выиграть 9-20 Ну что ж Важная победа Бориса Розенберга И Все решится В последней Девятой игре Теннисистов Советского Союза И Франции Валерий Шевченко Поздравил Своего товарища И готовится К игре И вот теперь Последняя Решающая Встреча Девятая По счету К концу Шестого Часа Борьбы Валерий Шевченко Выиграл Первую партию Сула соперника Жан-Поле Гатьяна И Сейчас Во втором сете У него Преимущество 7-2 Пока Действительно Опыт Валерия Шевченко Ощущается В этом поединке Он гораздо Более Настроен Заряжен Как бы На успех Борется за каждую Очку Как впрочем И его соперник Но Тот растерялся От вот такого Натиска И Наблюдается Некоторая Какая-то Апатия Смущенность В игре Ему ведь всего 17 лет И Вера В свои силы Пока У него Достаточной степени Нет Несмотря на то Что поддерживают Его и товарищи По команде И тренеры Настраивают Валерий Шевченко Выглядит Куда более Увереннее Впрочем Нельзя торопить События Потому что В настольном Теннисе Все может Измениться Несколько Неудачных Ударов Несколько Успешных Атак Одного Соперника И Инициатива Переходит Другие руки 4-8 На подаче Французского Теннисиста 5-8 Лишь только Самые верные Болельщики Советской сборной Остались на трибунах Это в основном Тренеры Советские Которые приехали Сюда в Чехословакию В туристической группе Они здесь присутствуют Поддерживают Своих Болеют за них Даже наши Теннисистки Участницы Сборной Команды страны Уже ушли домой Спать Потому что Им нужно готовиться К следующей игре Сегодня они выиграли Достаточно уверенно У сборной Болгарии Со счетом 3-1 Лишь только Сильнейшая Теннисистка Болгарии Гер Гелчева Победила Нашу Елену Ковтун А В двух Других Одиночных Сама Ковтун Выиграла У второго Игрока Сборной Болгарии И две Одиночные Встречи Выиграла Флёра Гулатова А также Успеха добились Успеха добились Теннисистки Валентина Попова И Нариной Антонян Которые играли В паре 10-6 11-6 Счет стал Пользуя Валерия Шевченко Девятая игра И последняя Пятая Решающая очко Кто выиграет Тот победит 12-6 Конечно в коротком Получасовом Репортаже Нельзя Понять Ту атмосферу Нервозности Которая царила На площадке На протяжении Более чем Шести часов Борьбы 12-7 Которая продолжается До последних Его минут Очень важный матч Для нашей сборной Практически Решающий Ну как Впрочем И для французских Теннисистов Но Наши спортсмены Поставили себе Задачу Войти В число Призеров Нынешнего Чемпионата Чтобы пытаться Реализовывать Нужно В первый день Во всяком случае Добиться успеха Во встрече С комиссистами Сборной Франции 12-8 12-9 12-10 Нам пришлось На некоторые мгновения Остановить Нашу видеозапись Потому что Мы боялись Что не уложимся В положенный Для нашего репортажа Хронометраж И вот Сейчас мы Вновь включили Видеомагнитоконы При счете 18-14 В пользу Валерия Шевченко Во втором сете Итак 18-14 На подаче Французский Теннисист Три очка Нужно взять Нашему теннисисту Чтобы добиться Победы Три очка Много это Мало 14-19 14-19 На подаче Гатьена Теперь уже Два очка Отделяет Валерия Шевченко От победы От победы Которая Принесет успех Советской сборной В первом матче С мастерами Настольного тенниса Франции Допускает ошибку При подаче Гатьен 14-20 Одно очко В теннисе Это называется Матчбол Вот он Этот последний Мяч выигран Советская сборная Побеждает Теннисистов Франции Со счетом 5-4 А мы заканчиваем Наш репортаж Организованный Телевидением Советского Союза Вела его Анна Дмитриева До свидания